Петра I 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 исторических дисциплин, историки архивного института РГГУ и прекрасный знаток русской истории. Я надеюсь, что вот в контекст того, что происходило и в России, и в мире, вы сегодня наш разговор поместите. Спасибо. Первый мой вопрос такой. Вот я, собственно, в чем-то следовала за тем, как вы позиционируете эту выставку, что Петра как покровителя искусств мы меньше знаем. Дальше я стала думать, но вообще император, покровитель искусства, это довольно для нас естественно. Или, может быть, естественно, для 18-19 века. Как это было в 17-м? Как воспитывался Петр? Была ли культура, искусство в сфере его? Учили ли его этому? Было ли это тогда естественно? Как это все происходило? Откуда он этот вкус унаследовал? Надо сказать, что оружейная палата и Кремль – это всегда было такое место, где собиралось не только оружие, где собирались различные раритеты. И оружейная палата как сокровищница, Кремль как сокровищница существовал всегда. И на выставке мы показываем то, какие предметы окружали Петра. Это совершенно удивительное произведение искусства 17-го века, 16-го века. Привезенное из Германии, из восточных стран, из Китая, из Голландии, из Дании. И это все то, что собирали и другие правители. Но Петр видел это вокруг себя в своей жизни каждый день. Но единственное, что это собиралось для украшения интерьеров, для того, чтобы обставлять какие-то важные государственные события. Но у Петра не было того, что называется коллекцией. То есть планомерно не собиралась ни одна часть из тех коллекций, которые затем Петр превратил вот в такие замечательные собрания. И, наверное, первая коллекция, которая у него была, его личная коллекция, это в селе Преображенском, где он жил со своей матушкой, коллекция оружия, часть которого попала сейчас в оружейную палату. Ну вот вопрос в том, такое ли это было отношение к коллекции и к предметам искусства, как мы сейчас представляем себе? Или все-таки... Это было по-другому, конечно, потому что именно в ходе первого путешествия Петра он приобрел совершенно уникальный опыт. Он увидел, как выглядят, как формируются, и главное, как выставляются коллекции европейских монахов, ну или аристократические коллекции. И вот это был совершенно иной опыт. И я бы сказала, что он первый, наверное, кто этот опыт приобрел, поэтому мы по справедливости можем говорить, Петр первый во многих направлениях культурной деятельности. И здесь вообще для нас очень важен разговор о его великом посольстве, потому что это первый опыт вообще, когда русский государь выезжает за границу лично, не с военным походом, а для того, чтобы набраться новых впечатлений. Это своего рода такой большой образовательный тур. Исследованный на вере, да, абсолютно. Да, большой тур, когда действительно человек покидает свою реальность, оказывается, в другое время для него уплотняется. И вот эти год-полтора, которые он странствует, это удивительный опыт, который будет иметь колоссальное значение для реформ в сфере культуры. Вот если мы уже начали говорить о коллекциях, он видит коллекции очень типологически разные. Он видит в Голландии тип коллекций, которые могут быть, естественно, научными. И они потом приведут к формированию у него таких же научных коллекций, и они лягут в основу кунсткамеры. Но он также видит кабинеты редкостей, древности, где есть артефакты, предметы искусства. Это для него очень интересный опыт. Но потом он перемещается в Англию, он видит впервые монаршие коллекции, он видит, какую функцию они играют во дворцах, а это уже часть презентации власти. Да, он видит коллекции стюартов, они производят на него сильное впечатление в дворцах таких, как Хэмптон-Корт, Виндзор, Тауэр. А потом на обратном пути он заезжает в Дрезден, видит кунсткамеру саксонских курферстов. И вот это уже опыт из сферы политической культуры, потому что он становится не просто заказчиком. Все русские государя заказывали для сокровищницы великолепные предметы искусства. Зачем это, простите, если перебиваю? То есть я так понимаю, что меняются отношения к этим предметам, которые заказывали. Зачем они были царям в 17-м? Они также поддерживали, воплощали идею величия монарха, величия его династии, богатства его. Они выставлялись, вот сокровищница, о которой говорила Ирина Юрьевна, способ ее демонстрации – это украсить ее поставцы во время пиршеств, официальных дипломатических приемов. И это работало, потому что… Чтобы показать свой статус. Да, безусловно. Но вот побывав в европейских дворцах, Петр видит, что на эту же идею работают художественные коллекции. Он впервые видит искусство европейское. Они выставляются, это развешанные картины в интерьерах, это прекрасный китайский фарфор, который украшает интерьеры. И вот с чем он сталкивается, это феномен собирательства и заказов придворным ювелирам специальных произведений, чтобы сокровищница сама выглядела как произведение искусства. Искусство сокровищниц – это вообще барочное такое понятие. Ольга Владимировна, мне хотелось бы… Вы так обзорно нам замечательно это рассказали. Хотелось бы, чтобы мы сегодня еще остановились подробнее на этих путешествиях и способах коллекционирования. Я хочу тоже Евгению Владимировичу спросить. Просто, простите, у журналистов всегда наивные вопросы, но здесь важно разобраться. Это хорошо. Да, важно разобраться. Почему Петр едет в это посольство? И вот, так сказать, чуть-чуть отматывая опять назад к его происхождению, его воспитанию, что происходит? Это такой просто из ряда вон выходящий человек? Такая из ряда вон выходящая личность, что он ломает все принятые какие-то способы поведения? Или что-то есть? Кто-то влияет на него, кто-то ему подсказывает? Нет, вы правы, конечно. Это уникальная личность. Потому что он резко выделялся на фоне других русских государей. Ничего подобного до него не было и быть не могло. Но дело в том, что он был вообще самоучка, на самом деле. Он не получал какого-то такого систематического, серьезного образования. Ну, например, его старший брат Федор Алексеевич или царевна Софья Алексеевна, они специально воспитывались, образовывались. То есть был Симеон Полоский, они были очень подкованными людьми, знали языки древние, библейскую историю, древнюю историю и так далее. Петр был в основном предоставлен сам себе. Понимаете, его учил письмо Никита Зотов, учил как умел, как мог. Он жил в Преображенском, свободном таким мальчиком достаточно. И он был самоучкой, на самом деле. У него было потрясающее качество. То есть это было даже хорошо, что он учился не по канонам. Да, это было даже хорошо, потому что он был абсолютно свободный человек. Софья Алексеевна отправила с Натальей Кирилловной Петра далеко, а на самом деле подготовила почву для своего собственного свержения. Потому что если она держала его при себе, может быть, так бы и не получилось. Но у него было потрясающее качество, ему было все интересно. Он был чрезвычайно любопытный человек. Потому что вот те коллекции, например, которые он собрал, они удивительно разнообразны. Это самые разные области культуры, искусства, науки, человеческого знания. Он действительно интересовался всем и пытался во всем дойти до самой сути. Его интересовало, например, как устроены те или иные механизмы, как устроено человеческое тело. Но это же такой очень возрожденческий подход. Чрезвычайно, чрезвычайно возрожденческий. Только через, спустя, сколько там, 300 лет после того, как в Европе. Да, да, да. Конечно, конечно. И поэтому, понимаете, вот будучи таким пытливым человеком, ведь во время этого путешествия, путешествие было организовано с дипломатическими целями. Потому что он пытался найти союзников для борьбы с Турцией. И для этого, собственно говоря, это посольство было организовано. И Петр ведь ехал в нем. Это изначально должно было быть кратким и... Оно должно было быть внешнеполитическим. Да, дипломатическим, внешнеполитическим. И нашел союзников для борьбы со Швецией благодаря этому посольству. И Петр путешествовал с посольством не просто как царь. Он уже не воспринимался как царь, как глава посольства. Посольство возглавлял Федор Головин. А Петр был одним из чинов этого посольства. Бомбардиром Петром Михайловым. То есть как бы рядовым участником. Что давало ему возможность вне всякого церемониала, вне всякого официоза, познакомиться напрямую с конкретной жизнью тех стран, где он побывал. И это было чрезвычайно важно. Никто не знал, что перед ними... Ну, конечно, знали. Конечно, знали. Конечно, знали. Но, понимаете, соблюдался уже совершенно другого уровня, так сказать, политец. Обращение с Петром. Ну, вы были, наверное, в Зоандаме и видели этот маленький домик. Нет, не было. Вот там маленький домик. Угол этого домика он снимал у местного корабельного мастера. И не платил, между прочим. И так и не заплатил ему. То есть мы теперь должны... Понятно. Чтобы обучаться корабельному делу на верфи. На корабельной верфи в Голландии. Понимаете? И он, когда он посещал все эти страны, он не просто встречался с монархами, он встречался и с простыми людьми, он встречался с людьми науки, как, например, с доктором Фредериком Рюишем в Амстердаме. Он встречался с художниками. Он был на заводах, он был на монетных дворах. Он посещал очень много пунктов, которые его интересовали. А его интересовало все. Поэтому он масштабно впервые познакомился не просто с какими-то сторонами дипломатических, политических моментов, а полноценно с жизнью, с культурой, с бытом, с наукой Европы. Ну вот теперь хочется подробностей. И хочется еще узнать, например, о Голландии. Вообще, Елена Юрьевна, как европейские монархи, вообще европейское общество, как бы сейчас сказала, восприняло этот приезд, восприняло этот поход? Насколько это было для них тоже диковинно? Европейские монархи не путешествовали так, как путешествовал Петр. И он являлся уникальной личностью не только для нашей страны, но и вообще для истории Европы этого времени. Вот это важная деталь, да? Да, с одной стороны. А с другой стороны, он уже был победителем. Он приехал сюда не просто как человек из какой-то малоизвестной страны, но человек, который принимает участие в европейских событиях и принимает участие как активный созидатель европейских событий и активный игрок на политической карте страны. Поэтому здесь, соответственно, к нему и относились. То есть уже северная война была выиграна? Нет, нет, еще до северной войны. Азовские походы уже были. Азовские походы, прости. Да, совершенно верно. Азовский поход, победа над турками, и турки – это угроза для всей Европы на протяжении очень долгого времени. Петр приезжает как победитель, и к нему как победитель и относится. Кроме того, он очень интересный и очень любопытный человек, который вникает буквально в любую область знаний, которые развивались очень активно в этот период. И я должна сказать, что он не просто что-то смотрел, что ему показывали, он смотрел систематически. То есть какая у него была система? Он смотрел все, что было возможно. В частности, вот, например, в Голландии он посещал все частные коллекции, которые были доступны в то время. А их было больше сорока. Коллекции живописи? Нет, коллекции всего чего угодно. Это и коллекции античных монет, это и коллекции резных камней, гем, это и коллекции графики, коллекции в частных домах, которые представляли фарфор, живопись, замечательная мебель и так далее. Все коллекции он смотрел и принимал для себя решение, что образованный правитель, просвещенный монарх, непременно должен собирать такого рода вещи. Поэтому у него образуются большие коллекции, серьезные коллекции монет и гем, которые являлись частью произведения искусства, создававшихся с помощью этих монет и гем, и которые зарисовывались. И у нас на выставке есть такая тема, которая называется «Нарисованный музей», и там изображается целый ряд предметов, сделанных с помощью тех мелких монет и резных камней, которые собирал Петр, и которые уже сейчас разобраны и не существуют. То есть мы можем представить себе, какого рода вещи любил и собирал Петр Первый. Это его рисунки или рисунки по его заказу сделаны? Нет, это рисунки по его заказу сделаны, с тех произведений, которые создавались по его повелению. То есть это то, что сейчас бы мы из какого-то путешествия вернувшись, мы бы нащелкали себе самое интересное на мобильный телефон и потом бы говорили. Более того, это более важное начинание даже, потому что когда он ощутил важность этих своих собраний и решил передать их в Первый публичный музей, собственно, он отдал все это нации, как бы мы сейчас могли сказать. Он основал кунсткамеру в Санкт-Петербурге, куда все это передал, и он повелел зарисовывать эти предметы не просто потому, что ему было интересно, потому что это идея первого каталога, визуализирующего реальный объект. Вот каталог времен Петра Первого. Да, иллюстрированный каталог, это великолепная идея, и благодаря ей мы сейчас можем реконструировать утерянное, потому что кунсткамера горела, многое было потеряно, но вот эти рисунки позволяют нам реконструировать коллекции в полноте и Петровские, и его сподвижников, потому что, как выясняется на основании этих рисунков, огромный вклад в формирование кунсткамеры внес, например, Яков Брюс, Джеймс Брюс, и у него были замечательные коллекции. То есть он по заказу Петра что-то... Нет, он по воле сердца собирал то же самое, потому что... А что он собирал? Он собирал, например, китайские вещи. У него огромное количество китайских артефактов, то есть это мода, которая захватывала весь круг Петра и его сподвижников, поэтому... Ну вот давайте просто мне хочется чуть подробнее про отдельные части Петровской коллекции, и получится, что тоже и про отдельные части вашей выставки. Вот это вообще китайская мода. Ее Петр тоже привозит с Запада, да? Или... Ну, не совсем. Не совсем. Не совсем. Понимаете, дело в том, что в конце 17 века Китай становится очень интересен. И в России, и Петру. Ну, в России, естественно, я имею в виду двор прежде всего, потому что в 1689 году был заключен мирный договор России с Китаем, Нерчинский договор, который определил впервые границу между китайским государством и Россией. И где она проходила? Она проходила по реке Аргунь, потом по Становому хребту и до Охотского моря. То есть она проходила так севернее немножко Амура. Да. Вот. И эта граница сохранялась вплоть до середины 19 века. И вернувшись из посольства, да, которое заключал этот договор, Федор Головин, он как раз возглавлял, и потом он возглавлял и Великое посольство Петра. Вот он рассказывал Петру очень много о Китае. И Петр несколько дней просто выспрашивал его рассказы о Китае, о жизни в Китае, о китайской торговле, о китайских обычаях, о китайской культуре и так далее, и так далее. Все это его очень заинтересовало. И дальше начались регулярные связи с Китаем. Это были торговые караваны, которые, конечно, шли через себе и которые привозили Петру различные китайские предметы, редкости, произведения искусства и так далее. То есть у нас был свой путь, не то, что европейский, так сказать, Марко Поло, который открыл возможности. Конечно, у нас был свой путь. И дальше было посольство, например, Льва Измайлова в конце 1710-х, начале 20-х годов, которое тоже привезло очень много китайских предметов. Поэтому вот этот интерес к Китаю, он не только входил в контекст общего увлечения Китаем в Европе, да, Шенуазри, знаменитый стиль, но это был и, собственно, русский путь в Китай. А что везли из Китая? Что самое интересное было в Китае? Ну, прежде всего, отмечали замечательное качество шелка, который привозили из Китая и писали о том, что китайский шелк значительно лучше, чем персидский шелк, который был более распространен при русском дворе. Конечно, везли фарфор. Елена Юрьевна произносит вот эти, говорит об этих предметах, а я мысленно сравниваю с тем, что сейчас китайский шелк, мы также с вами с ним везем из Китая, китайский фарфор, собственно, по-прежнему ценится, да, простите, что перебила. Затем оружие. Ага. Китайские седла, стремена, ткани, с помощью которых делалось различное, различные попоны, чепраки, это все в коллекциях и присутствовало Петра, он этим пользовался и привозилось в это время с посольствами и с торговыми караванами, которые шли из Китая. И более того, у Петра существовала достаточно оживленная переписка с императором Канси, и он ему заказывал какие-то вещи, которые были ему особенно интересны, которые ему хотелось иметь. В частности, на нашей выставке есть одна совершенно замечательная шпалера, которая сделана с помощью золотых шелковых нитей, а такого рода произведения могли создаваться только для императора, которые он получил в подарок от Канси. У нас есть замечательные чашки, которые сделаны с помощью накладок из листового золота, и это тоже могло делаться только для императора. Мы знаем, что Петр для своего дворца в Петергофе заказывал изразцы для печки, и это тоже делалось специально как подарок от императора, китайского русскому императору. Так что большое количество предметов шло сюда как дары, и Петр Первый в ответ тоже посылал, естественно, важные и богатые произведения, которые делались здесь, в России. А что посылали вам? Ну, прежде всего, меха. Меха, конечно. Мягкая рухлядь. Мягкая рухлядь. Мягкая рухлядь. И различные произведения, которые требовали его участия. Так что он любил такого рода вещи дарить. Это сохранилось в Китае? Сохранилось ли в Китае, я не знаю, но несколько произведений, которые делались Петром Первым, создавались Петром Первым, находятся у нас на выставке, и их можно увидеть. Что это, например? В частности, китайский шарик. Китайский шарик. Это знаменитые головоломки, когда один шар внутри другого, внутри третьего и так далее. Вот Петр, заинтересовавшись, решил научиться этому и выполнил сам. У нас есть это произведение из Кости, сделанное им. У нас есть еще компас на выставке, который сделан. Да, у нас есть компас. И причем на шкатулке его портрет рельефный, который тоже сделал сам Петр. Ну, это нас уже уводит в сторону разговора о Петре как художнике, но вот завершая разговор о Китае, надо сказать, что вообще Петр зачинатель русского ориентализма. Направление изучающего Китай, Персию, восточные страны. Это не преувеличение, безусловно. Значимость вот этих коллекций, которые поступили в консткамеру, ее невозможно переоценить. И вообще, можно сказать, говоря о каждом направлении его коллекционирования, мы можем подойти к очень серьезным выводам. Он зачинатель русской археологии, он зачинатель российской этнологии. Вот каждое из его увлечений, каждое из его хобби заканчивалось учреждением определенного направления изучения в рамках Академии наук, университета. Очень важный для нас дисциплин. А если говорить о нем как о человеке, который сам творит, он не только... Ну, всем известно, что он занимался изучением ремесел, но он любил и художество, как их называли. И вот одно из этих направлений – это токарное мастерство. Причем для него же тоже нужны искусства рисовальщика, нужно же сделать эскиз, композицию, портрет. Он умел это делать замечательно. В Петербурге довольно много... Тоже самоучка. Да, но в принципе токарня не совсем, да. Он учился токарному делу, мастеров, причем мастера были... Учился он вообще везде практически, потому что это увлечение тотальное в Европе того времени. Аристократы и монархи занимаются токарным делом. И он выписывал мастеров. И в частности, вот возвращаясь к китайской коллекции, у него было заказано несколько очень дорогих китайских шпалер, так называемые, выполненные в технике КЭС, златотканные шпалеры. Вот, о которых говорила Ирина Юрьевна. Да, о которых говорила Ирина Юрьевна. Одну из них он отправил в подарок во Флоренцию Козима Третьему Медичи, великому герцогу Тосканскому, потому что увлечение действительно общеевропейское. И в обмен он получил токарный станок с мастером Зингером в придачу. То есть это был первый наставник его, видимо, который приехал в Россию. Потом его сменил Андрей Нартов, знаменитый русский инженер и механик. И они упражнялись в этих искусствах на протяжении всей жизни. Но для нас важнее, наверное, даже не токарное дело, а другое искусство, которое он постигает в Голландии, это искусство создания гравюры, форта. И у нас на выставке представлен, с одной стороны, очень интересный памятник. Это рукописный учебник, который для него написал известный очень голландский гравюр Адриан Шхонебек, приехавший потом на русскую службу, обучивший здесь плеяду русских гравюров, братьев Зубовых, вообще многих мастеров. То есть русская гравюра отсюда и поставлена? Она идет вся от Шхонебека, конечно. Но для нас интересно другое. Петр с ним вместе упражнялся в этом искусстве, и у нас на выставке есть гравюры, выполненные им. Она, может быть, страшненькая. Откуда это? Она из вашей коллекции? Из коллекции библиотеки Академии наук. Ну, гравюра тиражная, все-таки произведение. Есть. Мы собирали взять ее в Голландии, но взяли ближе у себя. Дело в том, что композиция взята с медали, которую в честь Петра отчеканили. Вот опять его действительно воспринимали как триумфатора, как героя, христианского защитника, веры и прочее, прочее. И в Утрихте для него вычеканили медаль с аллегорической победой и христианской верой, и он ее просто воспроизводит в этой гравюре. Но он первый русский мастер гравюры в таком случае. И здесь он первый. Замечательно, да. Ну, вот интересно тоже еще думать о мире конца XVII века в чем-то похожем на ту модель, с которой мы сейчас живем. Что вот при такой глобализации... Ну, вот это из Китая шелк и фарфор, из Голландии гравюры. Это то, что сейчас мы привыкли. Мы хотим, не знаю, немецкие машины, итальянскую одежду, швейцарские банки или часы и так далее. Вы хотели продолжить что-то про Голландию, да? Ну, я хотел просто сказать, что Петр, понимаете, он действительно пытался все не просто узнать, но и попробовать своими руками сделать. Вот это очень важно. И это касается огромного количества областей, начиная от корабельного дела, которым он тоже обучался, так сказать, еще и в России начал, и потом в Голландии. И заканчивая, например, медициной, анатомированием, трупов, стоматологии и прочего. Стоматология он занимался? Ну, конечно, он вырывал зубы. У него был мешочек с зубами, которые он вырвал. Чужими, чужими. Да, чужими, конечно, не своими, да. Это, конечно, такая... Хорошо, что нынешние стоматологи, с такими мешочками. Да, инструментарий, инструментарий. У него же сохранилась огромная коллекция инструментов Петра Великого. И это инструменты самых разных областей. Это медицина, геодезия. Вот здесь показанная на афише выставки, это не... Это алибард с угломером. С угломером. Его тоже. Да. Ему принадлежащее. Так. Да. Астрономический инструмент, армиллярная сфера, глобусы, токарные станки и так далее, и так далее, и так далее. То есть самые разные области. И все это было им охвачено именно вот с этой практической точки зрения. То есть он не только был таким интересующим, если посмотреть, да, но еще и сделать это, попытаться это сделать, как это происходит. Вот это его очень интересовало, конечно. И, понимаете, в то время ведь коллекция... Что такое кунсткамера европейская? Кунсткамера – это собрание редкостей, которое служило очень важной... Ну, можно сказать, диковин, скорее, да? Да, диковин. Очень важной задачей. Познание мира. Понимаете? Это и дидактическая задача ведь тоже. Это не просто там какую-нибудь редкость показать, да, и что-то, значит, поставить и любоваться ею. Это и задача постижения мира во всем его многообразии. И вот этот универсализм европейской кунсткамеры, он был принесен в Россию Петром Первым, потому что его кунсткамера, которую он создавал, она была точно такая же. Там были и естественно научные экспонаты, причем экспонаты не просто, понимаете, вещи, а это определенные композиции, которые показывали какие-то процессы природные, обучали чему-то. Это были и разные диковинки декоративно-прикладного характера. Это были даже люди, он даже людей собирал, потому что в 1718 году он издал указ о том, чтобы присылали уродов разных для кунсткамеры. И там они, значит, жили при кунсткамере, можно было посмотреть в реальности на то, что природа делает. Так что вот этот вот универсализм, он воплотился во все его деятельности. И для него это было, в общем, нераздельное целое, понимаете. И природа, и техника, и искусство, и культура – это единый процесс. Ну вот это как раз то, что не дает мне покоя, но вот то, что мне интересно понять. Когда меняется вот это отношение к искусству? Потому что вы сейчас говорите, мы говорим о диковинных, о каких-то удивительных вещах, о прикладном значении, об инструментах, о просвещении. И при этом это все лежит в основе того, как мы сейчас воспринимаем музеи, коллекции искусства, когда эстетическое восприятие для нас очень важно, когда мы приходим. Все-таки разница между кунсткамерой и Эрмитажем, которая появляется довольно скоро, правда? Ну да, да, да. Уже там через... Да, при Екатерии. Да, при Екатерии, в тени этого же в общем века, да, кунсткамера когда создается? В конце 17-го еще? Нет, кунсткамера 1710-е годы. Ну да, тогда все тот же 18-й. Это совершенно другое. Как меняется? Это не совсем другое, потому что Петр точно так же, как и Екатерина, покупал целые коллекции. И разного рода коллекции. И коллекции не только для кунсткамеры. Мы уже говорили о том, что у него была коллекция медалей, очень большая коллекция медалей, по-моему, 29 тысяч. 29 тысяч. Это очень большая коллекция. У него была коллекция резных камней. Это были и античные резные камни, и резные камни эпохи Возрождения, и резные камни, которые делали современные ему резчики. Это тоже отношение вот к этим произведениям, с одной стороны, как к природным редкостям, потому что это очень красивые камни сами по себе. Но, с другой стороны, это произведение искусства, потому что здесь делались изображения и на античные сюжеты, и на мифологические, и на сюжеты из библейской истории, и портреты. И, то есть, ему прекрасное нравилось так же, как полезное. Совершенно верно. Конечно. А живопись, например. Живопись. Он покупал живопись, он первым привез, по сути дела, большие живописные коллекции в России, еще во время Великого посольства. Затем на аукционах у него были специальные резиденты, которые смотрели, подбирали, покупали. Он привез голландскую коллекцию живописи в Петергоф, Монплезир, и до сих пор там сохранилась. Это коллекция. Первая картина Рембрандта в России Петр Первый привез. Давид и Анафан, которые сейчас в Эрмитаже находятся. У него была коллекция в Летнем дворце живописная тоже. Он очень интересовался этим. Он скупал скульптуру. Первая скульптура европейская тоже появляется при Петре. Ну, та же самая Венера Таврическая знаменитая, которая была уступлена Папой Климентом XI, вывезена была из Рима, потому что ее купил Юрий Кологревов. Она была найдена при раскопах археологических. Он ее купил и хотел вывезти тайно. А это было невозможно, потому что Папа наложил запрет. И вот, значит, с помощью дипломатических переговоров Папа отдал Венеру Таврическую Петру в обмен на то, что когда-то Петр постарается мощь святой Бригитты из Швеции передать в Рим. Но этого не произошло. А Венера Таврическая оказалась в России. Он очень любил эту скульптуру. Он поставил ее в Летнем саду. Стоял даже специальный охранник рядом с ней. Так что вот это тоже целая огромная масштабная деятельность. Теперь очень интересно, как в России это все воспринималось? Мы все знаем, как к кафтанам всяким европейским относились русские. Или как они противились тому, чтобы бороды им брили. А вот искусство все это, вот Венера, зачем это все? Знаете, он первый русский коллекционер, безусловно. И, естественно, коллекционирование – это элитарное занятие. Совершенно очевидно, что в толщу народной жизни это все едва ли проникало. Но вот его круг, он имитирует, естественно, поведение государя. Но многие среди его приближенных были тоже очень большие энтузиасты познания этих новых миров. И вокруг него собираются люди типа Франца Лефорта, того же Толстого. Брюса. Брюса, ну, поначалу Патрик Гордон, которые испытывают те же самые интересы. И они тоже… В основном европейские имена вы называете. Да, чаще всего из русских Апраксин, да, Апраксин, безусловно. Они тоже формируют свои частные коллекции. У них тоже много китайского фарфора в их дворцах. То есть формируется, ну, такой запрос на вот подобного рода занятия, как второе поколение Матвеева, да, Куракина, будущие дипломаты вот этого Петровского времени. Это люди уже абсолютно европейской образованности. Вот те, кого он воспитал, при европейских дворах будут восприниматься как очень просвещенные русские. Они будут говорить на разных языках, они будут владеть действительно и знаниями в сфере искусства, и наукой, и литературы. Взять, а Петр говорил на каких языках? На голландском. На голландском говорил, конечно. На голландском прекрасно говорил. Там выучил, пока корабль сказал. Да, да, да. Ну, конечно, он знал и другие языки, по крайней мере, в начале немецкий. Ты читал или говорил? Нет, безусловно, и читал. Я думаю, что и говорил на немецком, конечно. Читать, что человек чем говорит это? Ну, конечно. Да. Конечно, конечно, знал. И, понимаете, вот я хотел бы еще добавить к тому, что Ольга Владимировна говорит. Это верно абсолютно. То есть формируется вкус, ну, условно говоря, элиты. Да, не хочется это слово употреблять, избитая. Но, тем не менее. Но, кроме того, Петр занимался и просвещением народа. То есть музей, кунсткамера, который он создавал, это же было не просто закрытое какое-то дело, понимаете. Это в людских палатах Летнего дворца были открыты эти коллекции. Для них строилось специальное здание потом при Академии наук. И это был публичный музей. То есть туда можно было прийти и смотреть это все. Первый публичный музей в России. Да, первый публичный музей в России. Та же, как библиотека, например, Академия наук. Это была первая публичная библиотека в России. Тоже основал Петр I. То есть это предназначалось и для просвещения общества. Хотя, конечно, смотреть, наверное, на уродов было тяжеловато. Не только, там же были животные, там были коррекции, естественно, но очень-очень симпатичные. Ну, там даже водку, значит, предлагали посетителям выпить. Чтобы чтобы как-то не решить то, что вы должны увидеть. Ну, и заманить в какой-то степени, да. Ну, тогда, вы знаете, были немножко другое отношение ко многим вещам. Анатомические театры нам бы сейчас показалось это странным, когда люди собираются и смотрят на публичное разделывание трупа. Это интересно всем очень, да. И это такое вот представление. Это в Европе было общераспространённое. Пётр присутствовал при этом, участвовал в этом сам. Но это вопрос, просто жажда знаний. Что там внутри у меня? А что там, а как это устроено? А как это устроено? А как это устроено? Новые миры для себя и для России открывают. Понимаете, он первый русский, кто посмотрел в телескоп на звёзды. Это он в обсерватории в Гринвиче делал. Вот посмотрите, универсум, он первый понимает что-то об этом, да. Он первый смотрит на микромир через микроскоп. Он первым действительно видит устройство человеческого организма, как анатом, как медик. Он первый видит огромные этнографические коллекции. Вот в Голландии он видит музей Остенской компании. Там этнографический материал, который даёт представление о быте народов от Океании до Норвегии. И вот эти горизонты, которые он открывает для себя, он немедленно хочет их открыть для всех. Страшно тебе признать, а что было бы, если Пётр был нелебопытен? Где бы мы были сейчас? С другой стороны, я думаю о том, что когда ты находишься в какой-то изоляции международной, говоря современным языком, и вдруг ты, так сказать, высовываешь нос и проявляешь любопытство, то, в общем, очень естественно, что эта лакуна тут же заполняется, и всё со всех сторон течёт, и это, и это, при том, что оно ещё всё, понятно, что и взаимосвязано, мне кажется. Вы знаете, Сен-Симон, который встречался с Петром, он очень хорошо подметил. Он говорит, что это было поразительное любопытство, очень учёное любопытство, и во всех своих малейших подробностях направленное на практическое применение потом в России. Вот это было очевидно всем, кто знал Петра, Инартов писал, да? Да, конечно. Что он в конце жизни суммировал то, что понял про Петра. Он говорит, что это был первый государь, который отправился, чтобы себя науками и искусствами просветить, а потом просветить своих подданных и стать достойным государем для такой обширной монархии. Ну, в общем, всё так и было. Так и было, было, так и было. Да. Я хочу Елену Юрьевну спросить. Я вот листаю этот огромный каталог, очень серьёзный, и я знаю, что из самых разных музеев российских, зарубежных приехали к вам на выставку Пётр Первый, коллекционер-исследователь-художник, предметы. Вот, может быть, о каком-то одном или двух предметах, в которые особенно интересные находки ваши в этом отношении, или просто на вас лично произвели впечатление? Может быть, вы расскажете. Ну, разумеется, мы привезли много предметов не только из наших музеев, не только из Эрмитажа, Петергофа, из наших архивов, но мы привезли целый ряд очень интересных предметов. Вот у вас как раз открыт каталог на странице из Дрезденской коллекции «Зелёные своды». Это там, где он по ночам сидел и изучал? Да, он по ночам сидел, его закрывали там, и он рассматривал все эти удивительные предметы, которые находились в «Зелёных сводах». Он неоднократно ещё встречался с Августом Сильным, он неоднократно посещал Дрезден, и каждый раз удивлялся, что эти коллекции не только разрастаются, но и что Август делает их доступными для публики туда. Они расположены так, что туда специально приглашаются люди, которые знакомятся с этими коллекциями. Но ещё мне хотелось бы сказать о том, что Пётр был первым, кто стал собирать не только редкости, не только произведения искусства, но и те предметы, которые связаны с русской военной историей, политической историей. Это трофеи Северной войны, трофеи Победы над Швецией. И это то, что было помещено в вооруженную палату, где хранились самые драгоценные, самые редкие вещи, символы власти. Это то, что я открыла, нет? Да. Трофеи Шведской войны и всё, что было связано с этой войной, это не только оружие, не только орденские знаки, но литавры, предметы, которые принадлежали Карлу XII, барабаны. Это всё стало частью самой главной коллекции, которая находилась в Кремле. И, собственно говоря, при Петре была сделана первая опись коллекции кремлёвских. И, собственно говоря, вот эта первая книга инвентарная... Я смеюсь, потому что это очень современный музейный термин. Инвентарная книга, каталог и так далее. Но это тоже, мне кажется, очень современный подход, что если мы хотим... Это вопрос имиджа, вопрос того, как рассказать о великой истории. Мне нужны предметы, как в современных музеях, указывая на которые, обращая внимание на которые, рассматривая которые, мы посвящаем посетителей в славной странице истории. Это ещё и документы. Документы о том, как эти предметы приходили сюда, в связи с чем они приходили, когда. И это очень важные документы, которые говорят не только о подлинности вещей, но и характере интересов государя и характере его собирательства. Ульга Владимировна, вот вы как-то в связи с этой выставкой сказали, что, наверное, справедливее будет говорить не о европеизации России, которая произошла благодаря Петру, а о модернизации. И что в Европе он очень хорошо понимал, что ему нужно, вот тот практический интерес, о котором вы говорили, такой очень прикладной. А что не нужно? И задаю вопрос, что не нужно? От чего он отказывался? Что он критиковал в Европе? Что он не брал? Или брал как пример того, что не годится? Что русскому хорошо, то немцы. То есть в данном случае обратно. Что немцы хорошо, то русскому смерть. Ну, вы знаете, трудно сказать, что он отвергал по каким-то идейным соображениям. Я бы сказала, что наоборот, здесь скорее на позитивной созидательной деятельности лучше сделать акцент, потому что он, вы знаете, он познакомился там с массой конфессий. Да, он слушал католиков и протестантов и квакеров. А еще возглавил русскую церковь? Да, ну, собственно, он немножко пошел в сторону реформации, но это не подорвало там его православных убеждений, безусловно. Он был в парламенте и слушал дебаты, и вынес очень хорошее мнение о том, что хорошо, когда подданные свободно говорят перед лицом монарха. Это где? В Англии, да. Но они до сих пор так делают? Да. До сих пор дебаты в парламенте там интересные. Кстати, Петр Первый, кто запретил вставать на колени тем, кто подходил к нему с челобитными, да, то есть он попытался создать, по крайней мере, из элиты граждан и привить вот это чувство собственного достоинства. Поэтому сказать, что он отверг, сложно, но я бы просто немножко по-другому сформулировала. И вот наша привычка говорить о европеизации, она, это клише определенное, которое далеко не исчерпывает вот его стремлений. Его стремление – это действительно взять лучшее из того, что он увидел в Европе. То есть это все-таки стремление к модернизации. Потому что даже хомяков, даже славянофилы говорили, что он принес к нам главный нерв европейской жизни – это наука. Это вот то, что обеспечило модернизацию, успехи и армии, и флота, и в военном деле приоритет определенный. Но его интересовал Восток. То есть он вступает в глобальный мир. Он не только окно в Европу прорубает. Он, я бы сказала, вот в нем та самая русскость, о которой мы сейчас размышляем много, евразийскость, в нем очень хорошо видна. Он прекрасно ориентируется, да, и в восточном направлении, и в политике, и в западном. И, вы знаете, не случайно ведь те, кто из русских мыслителей думали о Петре, они отмечают и Достоевский, и Бердяев, и Хомяков, и Федотов, что и Соловьев, наверное, первые там в этой плеяде, что это вот как какой-то русский вулкан, который из недр именно русской жизни понял. И он воплощает ту тенденцию, которая уже накопилась в обществе именно российском. Расширить горизонты ментальные, расширить поле деятельности. То есть, когда мы вот говорим о его стремлении европеизировать Россию, это очень-очень сужение того, что он делает. То есть, не нужно воспринимать это как следование каким-то кальком. Слепое подражание. Дело не в том, что он платье сменил. Это, в общем-то, очень внешние такие проявления. Но показательные. Показательные, да, знаковые. Это знак, это символ, да. Но важнее гораздо то, что он действительно принес новую науку, новые технологии, новые ремесла, типографское дело, переводную литературу во всех передовых вот этих сферах знаний. Музей первый создан, циклопедический, доступный. Университет, Академия наук. То есть, вот это, это не просто попытка имитировать Европу. Это попытка встроиться и занять очень должное место в глобальном мире. Да, встроить Россию в Европу и Европу в Россию. Не случайно же Лебнис, да, говорил, что мы еще всех опередим. И с хорошо устроенной Академией мы еще просветим весь мир. Да, идея была Лебницевская создание Академии наук. Да, все это слушается очень приятно. Сразу думаешь о проблемах нынешней Академии наук. Как-то хочется ее поддержать, да. И, конечно, наверное, справедливости ради нужно упомянуть, вы сказали о каких-то деятелях 19 века, о осмыслении Петра. А мне пришло на ум осмысление, которое предпринимал Толстой, Лев Толстой в 19 веке, который называл Петровское время узлом. Весь корень русской жизни. Весь корень русской жизни, да, и узел. А с другой стороны, внимательнее рассматривая, как это все происходило, пришел, ну, если так вульгарно говорить, в ужас от того, как эта история развивалась. Все время хочется включить это сослагательное наклонение. А если бы он был нелюбопытен? А если бы он не поехал? А если бы он... Это то, чем многие историки тоже думают. Если бы осталось... А если бы убили во время стрелецкого бунта? Стрелецкий бунт. Да, а могла бы Россия герметично продолжать развиваться? Или это все-таки Петр ускорил какие-то тенденции глобальные, естественные, которые не могли бы продолжать жить замкнутыми? Ну, вы знаете, нам ведь известно, что... О роли человеческого фактора в истории мы говорим. Да, во время правления его отца Алексея Михайловича очень многие процессы, которые развил Петр, были заложены. И это и реформа военного дела, и политические реформы. Просто Алексей Михайлович все это старался более мягко проводить. Но то, что он думал об этом, то, что в России стали появляться европейские книги, европейские гравюры, изображение тех или иных вещей, предметов, которые его интересовали, это все известно. Но просто это все концентрировалось при дворе. И у Алексея Михайловича не было такого количества сторонников, подвижников, как у Петра Первого, который своим, наверное, вечерным энтузиазмом заражал очень многих людей, которые... Или он не собрал таких сторонников. И собирал, и собирал, несомненно, которые входили в его круг. Вы абсолютно правы, конечно. Тенденции эти были при Алексея Михайловича, и при Федоре Алексеевича, и при царевне Софии Алексеевне. Но я абсолютно убежден в том, что если бы не было Петра, эти тенденции развивались бы так же постепенно, вяло, медленно. И мы бы вот так вот, как Китай какой-нибудь в 19 веке, да, по сравнению с великими державами. Вот так вот и остались на таком же уровне примерно. Так что Петр, конечно, личность невероятного масштаба и значение личности, понимаете. Но он мог, он был царь, а царя все слушались. Еще хочу спросить вот про, собственно, отношение Петра к самому себе. И вот это великое посольство как раз, она тоже... Портреты, которые он там дарил. Она тоже говорит, что о своем пиаре, я все перевожу на такой современный язык, или имидже, он тоже беспокоился, он тоже понимал, что это часть большой политики глобальной. Он уловил самое важное, пожалуй. Он уловил, что нужно осознанно создавать свой публичный образ. И он увидел в Европе, что для этого есть определенные жанры в искусстве, которые очень хорошо подходят. И вот, в частности, выбор гравюры был очень точным и медальерного искусства. Они потом просвели при Петре. И очень активно, потому что это оперативные виды искусства, их можно быстро, да, как-то задействовать. Можно монету к какому-то событию выделить. Да, и их делали на латыни для специального преподнесения иностранным державам. Это такая визитка? Да. Королевская визитка? Вот два жанра, которые он эксплуатировал, очень активно и очень умело, и они создают представление, собственно, о политической культуре Петровской эпохи. Вот это я открыла портрет, правильно, да? Часто, портрет, да, который создает новый образ, имперский образ очень властный, да, молодого правителя, и он его эксплуатирует. Вот вы знаете... Поководца. Да, поководец. Но при этом это уже такая универсальная, не просто он в русские одежды. Это европейский имперский образ, и он потом вот эту иконографию использует, она одобрена им, она фигурирует в миниатюрах, в наградных знаках русских и европейских, он заказывает эти миниатюры, раздает их. То есть он и как средство политической пропаганды это все применяет очень быстро. У него очень цепкий ум, он удивительный в этом смысле. Да, что вам кажется, последний мой вопрос ко всем нашим сегодняшним гостям. Что вам кажется из тех начинаний Петра, вот сегодня надо было бы обратить на них внимание, и вот как-то по Петровским рецептам в музейном деле, в котором он так много сделал, ну вот про пиар мы уже сказали, или в чем-то еще. На что вы советуете обратить внимание? Мне кажется, он во всем актуален. Абсолютно во всем. Недаром все последующие правители, ну, во всяком случае, Романовы, да, они все ориентировались на Петра. И все так или иначе сопоставляли себя с Петром. И чувствовали себя продолжателями дела Петра. Даже если ничего не понимали в том, что он делал, как там Екатерина Первая, например. Да. Тем не менее, они продолжали эти дела. Пытаясь подражать ему... Можно одним человеком сейчас поменять всю страну? От человека займись. От человека. Такому масштабу и такой энтузиазм очень нужен, потому что вот это и воля его, и гений его, и нечеловеческие труды, как Федот говорил. Нечеловеческий труд, подвижнический, но все-таки на благо общества. Вот все-таки вообще для этого времени монархи, когда говорят о своих целях, всегда говорят об общественном благе. Вот Петр, мне кажется, очень всерьез служил общественному благу. Безусловно. Он это осознавал абсолютно точно и так действовал. Как вы думаете? Ну, я абсолютно согласна с моими коллегами. И Петр, эта личность, которой можно только восхищаться, подражать невозможно. Спасибо большое. На этом мы и закончим. Если вы хотите восхититься, а я думаю, что вопрос не только восхищения, а выставка, которая сейчас открыта в музеях Московского Кремля, я уверена, что это замечательный материал для изучения, для размышления, но в том числе и для восхищения. До 8 марта она открыта в музеях Московского Кремля. Я благодарю сегодняшних моих гостей Елену Юрьевну Гагарину, Ольгу Владимировну Дмитриеву и Евгению Владимировичу Пчелову за рассказ о Петре Первом, о Петре Великом, который для меня сегодня этот образ еще совершенно новыми открылся с новых граней. Спасибо вам большое за это. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok